Эти объятия первоклашек больше похожи на какой-то взрослый психологический тренинг. Потом ребята также стройно покажут и грузы, которые коротают перемены, никакой беготни по коридорам. И в общем начинаешь верить, что жалобы незаслуженного учителя, обладателя премии президента Путина, Татьяну Леонидовну Корсеву, не безосновательны. Эта мама одной из ее учениц. Просит не показывать лица и изменить имя. Говорит, муштроя психологическим давлением, педагог добивается высоких показателей в своей карьере. Каждый день первоклашки должны учить стихи, им ставят оценки, хотя это запрещено законом, задерживают на уроках и лишают перемен. У меня дочь заболела, на уроке ее стало тошнить, она попросилась выйти, Татьяна Леонидовна ее не отпустила, в результате чего ее вырвала прямо на парту и пол рядом с партой. У других ребят были такие факты, что когда Татьяна Леонидовна не отпускала их на перемене, и даже на перемене, и на уроке, и в туалет, писались, даже вот больше делали, какались. Сейчас дочь в школу она не водит. Когда узнала об анонимной жалобе, решила присоединить к делу свою историю. Остальные родители, говорит, молча боятся. Лиза когда-то училась у Татьяны Леонидовны. Уверяет это неудивительно. У простой учительницы есть серьезная крыша, поэтому за все 34 года ее стажа ни одной родительской жалобе ходу не дали. Сейчас в этой же школе учится сын Лизы, поэтому и она просит не показывать ее лица. Ну ее же и боятся. Она сейчас до сих пор пытается узнать, кто написал в прокуратуру заявление по всем своим каналам и связям. Много непростых родителей учились, детей. Если родители финансово готовы помогать ей лично, их дети учатся хорошо. В это тоже как-то слабо верилось, пока про простого учителя и злухолустного златоуста не рассказали все федеральные телеканалы. С оценкой плюс. А как еще про обладателя путинской премии? Вот фрагмент эфира телеканала «Россия». За Татьяну Порсеву заступается Рашид Шакуров. Но он не просто отец ее ученика. Это известно в регионе хирург. Завтра в мотологии здешней больницы. Десятая школа, где работает Татьяна Порсева, считается в златоусте элитной. Здесь углубленно изучают иностранные языки. И ясное дело, дети местной верхушки и администрации, и силовиков учатся именно здесь. А высокие показатели учебы – это плюсы родителям и самому педагогу. Общий язык с учителем традиционно не находят люди простые, без связей, рассказывают бывшие ученики. Она конкретно просит, что мне надо вот это. Там нет никаких влево-вправо. То есть вот нужен компьютер, нужен все. Лично к родителю, к одному подходит и говорит, мне надо вот это. Если она не говорит, что будет дальше. Просто потом ребенок, если родители отказываются, ребенок учится плохо. Все. Обвиняемый по уголовному делу Татьяна Порсева была всего-то пару дней. Ее со среды отправили в отпуск, пока идет следствие. Вчера вечером прокуратура Челябинской области неожиданно объявила все обвинения в ее адрес незаконными. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте. В пресс-службе ведомства говорят, комментировать дело о путинском лауреате Порсевой впредь запретили из Москвы. Так что в понедельник Татьяна Анатольевна возвращается в свой первый А на работу. Екатерина Пономарева. До настоящего времени.